Возвращаясь домой я ожидала увидеть все, но точно не это. Я снова потеряла веру в человечество. Обычный весенний будний день преподнес сюрприз жительнице российского города. Возвращаясь домой девушка нашла в сугробе маленькую голую собачку, которая находилась на грани смерти. Как она там оказалась, неизвестно. Неизвестно и то, как она вообще смогла выжить в сугробе. Когда я шла домой, я чудом заметила торчащую из сугроба собачью мордочку. Первой моей мыслью была, собачка наверное мертва. Так как в нашей стране, к сожалению, часто можно встретить трупики животных в общественных местах. Представьте, каково было мое удивление, когда эта мордочка зашевелилась. Я поспешила вытащить ее оттуда, попытаться как можно скорее ее помочь. Самое возмутительное, что ни один прохожий не обратил внимания на умирающие животные. Все проходили мимо и спешили по своим делам, не замечая бедной собаки, попавшей в беду. Принеся ее домой, оказалось, что это метис с китайской хохлатой. Особенностью этой породы является отсутствие шерсти. Шерсть есть только на голове, лапах и хвосте. Собака чудом осталась жива, но проведенное время в сугробе не прошло бесследно. У собаки оказались отмороженными задние лапы и обморожение кожи. После осмотра ветеринарам стало понятно, собаку скорее всего выкинули на улицу нерадивые хозяева, так как у нее серьезные проблемы со здоровьем. Впоследствии аллергии и отсутствии ухода вся кожа бедной собаки покрыта коростами и черными точками. Она оказалась очень пугливо, боялась любого резкого звука и даже шороха. Для того чтобы ее покормить, пришлось изрядно понервничать, потому что она напрочь отказывалась выходит из-под дивана. На ней были мелкие ссадины, царапины и синяки, такое ощущение что ее кто-то бил, но я не представляю как можно ударить такую маленькую собаку. Сообщает новая хозяйка со временем собака начала приходить в себя, и оказалось это очень жизнерадостное и веселое животное. Несмотря на предательство и невеселое прошлое она продолжает радоваться жизни. Собаку решено было назвать Мира, и она уже завела дружбу с другим питомцем своей хозяйки, котом Люцифером. Спасибо за просмотр. Если вам понравился видеоролик, то подпишитесь на наш канал, а также поделитесь этим видеороликом со своими друзьями и знакомыми.